книга открытым оком том 4 вопрос 1211 тема смерть могу ли я на исповеди принести покаяние за умерших родственников и каким образом ведь я не знаю их грехов отвечает игнатий тихонович лапкин слово божия учит что каждый отвечает за себя 2 послание коринфянам 5 10 ибо всем нам должно явиться присудилище христова чтобы каждому получить соответственно тому что он делал живя в теле доброе или худое у первых христиан было заблуждение и она заключалась в том что они желая облегчить участь умерших некрещенных родственников придумали крещение для мертвых под гроб с покойником садился крещеный верующий и оттуда отвечал как бы за покойника на все вопросы обращаемые к кавычках крещаемому 1 коринфянам 1529 иначе что делают крестящиеся для мертвых если мертвые совсем не воскресают то для чего и крестятся для мертвых вещественные долги если вы знаете можно заплатить за умершего но как можно заплатить те долги о которых ты не знаешь и в которых не принесено покаяние библия вообще молчит на эту тему не дает никаких надежд и даже напротив показывает что для неверующего умершего без христа все окончено евангелие то она 336 верующие в сына имеет жизнь вечную они верующие в сына не увидит жизни но гнев божий пребывает на нем позаботьтесь о своей душе а родственников келейной молитве просто скажите прости меня господи и не осуди за эту молитву если можно облегчить участь таких-то то сотвори твою милость ли дочь не думала совсем что опасны очень хана не и что коварство затаил сихем и бесчестье совершит над нею домогаться дружбы цель врага но другого можно удивиться представитель мира и греха вдруг по сердцу говорит девицы и хоть много лет прошло с тех пор не перевелись сыны и мора сколько увлекли они сестер в топ греха и жуткого позора обольститель через своих людей говорит вы с нами породнитесь будем брать мы ваших дочерей вы на наших дочерях женитесь под личиной дружбы грех сокрыт и с грехом играть опасно в прятки если мир по сердцу говорит значит сердцем что-то не в порядке